600 тонн металлоконструкции потребуется для строительства нового ледового дворца спорта. Основную часть этого объема составят фермы. Это конструкции, которые будут возвышаться над основной ареной и удерживать крышу. Сейчас фермы изготавливают. Первую планируют монтировать в декабре. А пока возводится основа для трибун и стены. Работы почти завершены. Оставлен только технологический проем, через который будут доставлять фермы внутрь. То есть через этот проем будет завозиться металлоконструкции, монтироваться и впоследствии, после установки последних ферм, он будет, соответственно, завершен. Поэтому это чисто технологический проем. Параллельно ведется и монтаж входа. Его будут украшать колонны. На здании снесенного дворца спорта были панно. Теперь они украсят стены и нового здания. В память о старом здании мы воспроизводим на фасадах те рисунки, которые были в виде панно на старом здании. Мы их укрупняем и стилизуем по мотивам этих старых панно, вписывая их в новый масштаб архитектуры. Строители укрепили подпорную стену со стороны Волжского проспекта и предусмотрели подключение коммуникаций. При строительстве здания это позволит избежать дополнительных земельных работ. Очень отрадно, что на сегодня этот объект уже подключен к системе водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Решается вопрос подключения на следующий год к электроснабжению. То есть это все делается заранее, чтобы потом, когда все будет готово, не начинать раскапывать траншеи, ломать асфальт. То есть сейчас все это предусмотрено и все это исполняется. Строительство контролируют не только надзорные ведомства, но и активисты. Сегодня объект осмотрели представители общественной палаты Самарской области и общественного совета при региональном министерстве строительства. Работа на площадке идет круглосуточно, но ночью строители стараются не шуметь. Ни одного замечения по поводу либо строительных работ шума, либо по поводу светового загрязнения от жителей Самарской области. А для нас уровень комфорта проживания жителей это один из главных вопросов. Мы четко отслеживаем те этапы строительства, которые на сегодняшний момент реализованы. И мы видим, что по этому году мы идем в очень хорошем темпе. Помимо основного зала с трибунами на 5000 человек в новом дворце спорта разместится второе поле для тренировок хоккеистов и фигуристов, площадка для керлинга, несколько раздевалок. Проект предусматривает также хореографический зал, универсальный спортзал и четыре конференц-зала общей вместимостью 800 мест. Пока этот спортивный инвентарь здесь бесполезен. Но уже во второй половине 2021 года строительные каски сменят хоккейные, а клюшки в сочетании с коньками и полными трибунами будут создавать невероятную спортивную атмосферу. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. Продолжение следует...